МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. А на него такое желание накатило. Он прямо весь обмяк, начал меня к себе прижимать. Словом, я вообще плохо помню, что дальше было, но помню, что было хорошо. Вы что, городите, тетя Алевтина, какая баня! 45-летняя Алевтина Жихарева три месяца назад родила сына Елисея. Алевтина утверждает, что отцом ребенка стал ее 25-летний сосед Артем Новиков. Помогал он степенной вдовице по хозяйству, растопила она ему баньку в благодарность. Там все и произошло. Но сам Артем собирается жениться на первой красавице деревни Тамаре и отрицает любую связь с соседкой. Он исчез. Просто сбежал, испугался. Все, мне, знаешь, мне уже хорошего отношения с тобой не нужно. Мне нужна какая-то компенсация за наши страдания. Псковитянка Марина Меркулова родила дочь от заезжего командировочного москвича Сергея Бокова. Однако мужчина утверждает, что он никак не смог бы стать отцом девочки, поскольку вот уже почти 8 лет находится под воздействием древнего магического обряда и не может заниматься сексом ни с кем, кроме своей любимой жены. Прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Жихаревой Алевтины Тимофеевны к Новикову Артему Сергеевичу об установлении отцомства ответчика в отношении Жихаревой Елисея Тимофеевича, которому сейчас 3 месяца. Ответчик Новиков Артем Сергеевич с исковыми требованиями не согласен. Алевтина Тимофеевна, поясните, пожалуйста, вы же не состоите в зарегистрированном браке с ответчиком. Почему вы утверждаете, что он является биологическим отцом? Утверждаю вашу честь, потому что он на самом деле является биологическим отцом. Я вам сейчас все про себя расскажу. Вы знаете, я всегда была женщиной очень такой благопристойной. Я никогда с роду своему мужу не изменяла. 20 лет мы с ним прожили в очень счастливом браке. Я вообще сама-то замуж в 17 лет вышла. Ну, жили мы с ним счастливо, хотя и не богато. Но только вот бог нам детей не дал. Вы вдова, я правильно понимаю? Да, я вдова. Бог детей нам не дал. То есть муж мой считал, что это все дело во мне. Я ему несколько раз говорила, давай в райцентр съездим. Там больничка, там проверимся. Он считал, нет, я тебя и так любить буду. Давай оставим все как есть. Ну вот оставили все как есть. Здесь 20 лет прожили, а два года назад я его счастливо схоронила. И схоронила, и делать-то чего не знаю. Я не знаю, как вот эти отношения строятся, как, чего. Ну, о личной жизни, словом, я вообще не думала совершенно. Я вообще считала это пошлостью какой-то. Даже осуждала вот этих, которые в коротких юбках там ходят, или там красятся как-то вызывающе. А тут вот такое дело случилось. Артем. Ну, у нас никаких отношений не было. Это просто сосед мой. По весне, по прошлой, я решила сварганить крылечко. У нас в деревне, там грязь такая. Вы знаете, вот пройдешь, это вообще, и все сразу в сенцы несется. И тут и слякать, и мразь. И я решила, что крылечко мне просто необходимо. Скопила деньжат и позвала Артемку. А Артемка, у него ручки-то золотые. Да ну, и сам-то он такой вот видный. И вы знаете, он мне раньше все время подмигивал. Я-то дура не понимала. Вы знаете, я отношения-то строить не умею. И все думала, что у него там глаз дергается. Только вот потом поняла, да. Вот. Я его позвала. А может, ты вправду дергался? Ну, нет. Нет, не дергался, не дергался. Вы слушайте. Я его, когда позвала, за полдня он мне это крылечко-то и сварганил. Я решила, как-то отблагодарить надо парня до такого хорошего работника. Баньку истопила. Вот. И самогончику ему сделала. Отнесла туда в баньку-то. Да только вот, я не знаю, пять минут не прошла. Он кричит. Тетяль, тетяль. Ну-ка, приди ко мне. Что-то мне дым настало. Поддувало надо проверить. Тетяля называет? Тетяля, да. Тетяля он меня назвал. Поддувало надо проверить. Ну, я пошла, думаю, не дай бог, еще угорит там. Так. Прибежала, а он даже в баньке-то и не зашел. Он в предбаннике сидит в простыне. Как встал с этой простыней, и простыня-то с него упала. И я тут, а я аж обмерла. Вы же меня тоже поймите. Я аж два года вот уже как вдова. И не было у меня никого, ничего. И словом, а на него такое желание накатило. Он прямо весь там это самое обмяк, начал меня к себе прижимать. Словом, я вообще плохо помню, что дальше было, но помню, что было хорошо. Да вы что городите, тетя Алифтида? Какая баня! Что у нас? Небо у нас, ничего. Откуда фантазии вообще такие? Вы как телека насмотрелись? Что городите-то? Ну, какого телека, Артем? Ну, ты вспомни. Артем, вам обязательно потом даст слово. Это была единственная ваша встреча? Единственная, ваша честь, единственная. Да мало того, что я потом это все даже забыть хотела. Ну, уже стала жить так вот, веду жизнь такую благопристойную, как и раньше. И он не заходит дома, ну и все. Да только вот тошнить меня начало месяца через два. Тошнит и тошнит. Мало того, я в огород пошла и туда пошла, и везде засыпаю прямо на ходу. Какое-то вот непонятное такое состояние. Я же о беременности вообще даже не думала. Мой-то бывший внушил мне, что я бесплодная, и вообще все у меня никак. Я думала, ну, какие-то там, может, этот бабский закат наш вот этот близится там или еще чего. Но через какое-то время решила сходить в наш вот медпункт. Там Люська сидит. Я пришла, эта Люська меня сразу огорошила. Тетя Аль, вы беременны? Я думала, бог мой, я слезы. Я вообще не знаю, что делать. Как я доношу, как я рожу, мне же 45 уже. Я вот вам только по секрету. Но я вообще не знаю, чего делать. И в таких вот раздумьях я провела где-то полгода. А в декабре я... А вы говорили ему, ответчику, что вы беременна? Ну, говорила. Я уже ему сказала после того, как родила. Полгода назад я ребеночка родила, вылитый отец. То есть вы родили, пришли и сказали, вот мальчик, твой сын. Нет, я пришла. Вот малютка лежит, да? Я пришла к нему, говорю, вот я родила. Все, давай жить вместе. Совсем приехала под старостью. Буду тебе с женой, буду тебя готовить, стирать. А он подрастет, тебя папой будут звать. С женским аргументом сразу пришли предложения делать, скажем так, да? Нет, ну в принципе, ну а как еще-то? Я не знаю, ведь ребенок же у нас, а он в отказ. Ну а что с него взять-то? Он даже не знает даже, как и жить, как и чего, в принципе. Ну я думаю, у меня одна надежда только на вас, на вот эту вот ДНК-экспертизу. Давайте посмотрим свидетельство о рождении. Он отказался, да, отцом записываться? Отказался? Я записала отчество своего отца, Елисей Тимофеевич. Ну я думаю, что после экспертизы, когда вот подтвердят, он постепенно свыкнется и вот и станет мне потом хорошим мужем. Артем, скажите, пожалуйста, у вас были отношения с истцом? Нет, конечно. А что, совсем больной, что ли, на старуху ложиться? Я вообще жениться хочу. У меня невеста есть. Тамара первая красавица на деревне. Я вообще, когда с армии вернулся, за мной бабы штыбелем начали ходить. Выбирай, какая краша. Ну я Тамарку добивался. Она, правда, и репенилась первое время. Все в город порывалось уехать. Там женихи круче. Затем сдалась. Мы свадьбу уже на весну планируем. Она платье белое купила. Я водки припас. Кабанчика зарубим. Пацаны гулять собираются. Мы сначала у родителей столы накроем. Потом на Арику гулять поедем. Замечательные планы. Скажите, пожалуйста, а как, по-вашему, зачем истец Алевтина пытается установить ваше отцовство в отношении своего ребенка? Она какие цели преследует? Больная какая-то. Поехала совсем под старость. Ответчик, у вас заявлено свидетель. Я так понимаю, что это ваша мама. Она, как соседка тети Алевтины, расскажет, почему эта женщина такая придурковатая и почему ребенок не может быть моим. Ну, женщина, в общем, совершенно не придурковатая. Прекрасная женщина. Счастливая мать. Будьте любезны, пригласите, пожалуйста, Людмилу Николаевну Новикову в зал суда. Какой ребенок, береги низкого. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, думал, я мамашу пригласил. О, Господи. Людмила Николаевна, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь замечали, что у вашего сына и истая Алевтина интимные отношения? Нет, конечно. Что же это делается, люди добрые? Все почему? Хочется все повесить на моего сына. На мою кровинушку. Почему нужно, чтобы он именно отцом был? Ты же у нас такая гулящая-прегулящая. Тебя же муж за волосы таскал везде по деревне. Матом тебя обзывал. Между прочим, ваш сын ей подмигивал. Да не подмигивал я ей. Это опять мне обострилось что-то. Не подмигивал. Не подмигивал. Мой сын, он такой видный красавчик. Он, знаете, он когда выйдет... Вот, ты чухар. Мы его видим, да. Он когда выйдет в огород работать, рубашку скинет с себя, мышцами как заиграет. Так она аж через забор перевешивалась. Это вообще заколки на себя нацепит, различные шляпки на себя приделает. И давай его соблазнять. И так, и этак. И прибегает сразу к нам домой. То ей сахар нужен, то ей соль нужна. То еще... Лишь бы его увидеть. Лишь бы покрасоваться. А сарафанов себе поношила. Это ж вообще как она его соблазняла. Так может быть у нее получилось все-таки соблазнить вашего сына? Он молодой. Что у нас могло получиться? Посмотрите лет сколько ей. Ко мне не видно. Она старше... Нет, не видно абсолютно. Она старше его намного. Он ей в сыновья годится. И ничего между ними получиться вообще не могло. Только поэтому? Почему вы так уверены? Нафантазировала себе все. Сейчас расскажу. У нее зимой, всю зиму, жил Михаил. Михаил похоронил жену. Ну, алкоголик у нас местный. Дети его выгнали. Он к Левтине. А Левтина, значит, говорит, что она ему сдала эту комнату. Комнату. Сдала. Нет, ничего не сдала. У них... Бесплатно жил. Бесплатно. У него денег нет на оплату. Кувыркались они всю зиму. Потом раз, и ребеночек получился. И она, вы знаете, что она, конечно, думает, на кого ей ребеночка-то записать? На этого Михаила, который пьет? Нет, она сразу на Артема. То есть вы хотите сказать, что она большая фантазерка? Большая фантазерка. И что после этого учудила эта наша фантазерка? Что учудила, суду уже ясно. Артемчик с Тамарочкой, они пришли, свадьбу обсуждали дома. Она пришла к нам, видите ли, увидела их. И давай пришла с самогоночкой. И чуть ли не на коленочки садиться к Артему. И давай отговаривать от свадьбы. И такое она говорила. И зачем тебе, Артем, жениться? И Тамара тебе не пара. И, в общем, Тамара-то собралась и побежала. В общем, боролась за вашего сына как могла. Скажите мне, пожалуйста, истец, Поляков Степанович вам такой знаком? Ну да. Вы знаете, что он заявляет в свои отцовские требования? Ого, господи. Говорит, что он биологический отец. Вот все и выяснилось. Ой, да неправда это. Два риска были обведены в одно исковое производство. Пригласите его, пожалуйста, в зал суда, Поляков Степанович. Вот он-то, наверное, и папаша. Михаил с этим алкоголиком? С алкоголиком? Он давно уже все пропил себе. Все, что было у него, с чем можно было кувыркаться. Почему-то привечем? Приперся. Степан Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы считаете, Степан Степанович, что Елисей Жихарев ваш сын? Присаживайтесь. Да мой он сын. Ну, сердцем чую, мой сын. Я... Лесником работаю. Смотрите на экран. Вот мальчик Елисей. Вот ваш сын, да? Да. Чисто мое лицо. Копия. Я лесником работаю. Тут, на кордоне. Ну, чищобы там, караеды, браконьеры. Разбираюсь. И по выходным, соответственно, в поселок за продуктами езжу. И Алечку там встречаю, конечно. Она в Сельпо работает и живет рядом. Так. Она всегда там и коня мне напоит, и водички даст. Всегда наряжена, улыбается, напомажена. Дом содержит в порядке. Занавесочки на окнах у нее набивные, опять же. Ну, прелесть не хозяйка. Я когда услышал, что у нее это мужик-то помер, ну, к линии стал подбивать. Ну, понятно, почему, да. Красиво ухаживать я не умею, но грибочки, ягодки, кузовками ей постоянно, ну, вместо цветов. А как-то раз кабанчиком завалил, и полтуши ей привез. Ну, тут мясо на полгода, конечно, это понятное дело. Она, ну, отблагодарила меня, конечно. Это на чердачке мы так с ней покатались хорошо, побаловались. И потом в каждое воскресенье, опять же, сколько вот ездил, и... То есть в каждое воскресенье вы вступали в близкие отношения? Ну, как это называть, не знаю, но это было очень даже, да, близкие отношения, любовь практически. В результате которых вполне мог появиться сын, да? Ну, конечно, конечно. А почему, если у вас так все хорошо складывалось, а Левтина не считает, что вы отец, а считает, что Артем является отцом ребенка? А вот тут вот интересная история получилась. Прошло какое-то время, и она мне заявляет, Степан, и знать не хочу, уходи. Я говорю, почему? Не отвечает? Я думаю так, если что, женщины в голову взбрендят, и пытаться это все разобраться мужику бесполезно. Отойдет, думаю. Пройдет время, отойдет. А тут слышу, она из тельпы ушла, ребеночка родила. Ну, я, конечно, тут это сразу полтелеги цветов к ней в гости, говорю, давай замуж за меня, наш ребенок, жить будем. Опять же, вали отсюда, Степан. Причины не знаю. А потом опять же говорят, она вот на этого молокососа хочет ребенка повесить. Вы мне извините, конечно. Вот. Какой же он тебе муж, прости господи? Я люблю тебя, понимаешь? Замуж за меня выходил. И сын наш. Мой сын это. Я же вижу. Мой сын. Ваша честь, ну бред это все. Вот то, что он нес. Неужели вы думаете, что я вот с этим вот за пол свиньи? Да ты посмотри на себя. Бирюк ты лесной. Господи, ты только из леса вышел. Кто с тобой вообще может чего и... Так и знал. Надо было всего, кого натащить. Я вас очень попрошу. Давайте вызовем уже вот наконец свидетеля, мою подругу. Она вот вам точно расскажет. Вот. И как я мужа не изменяла никогда. Не то, что вот это несет, да? И чей это ребенок. Вся деревня знает. Она все это точно знает. Это Фолькина Мария Ивановна? Да. Погласите ее, пожалуйста, в зал суда. Да посмотри, кто это стоит-то. Это стоит отец своего ребенка. Он ребенок сам. Отец, ты что? Какой отец так? Господи, с него. Такой. Скажите, пожалуйста, ваша подружка, Алевтина, утверждает, что вы можете подтвердить, что Артем является биологическим отцом Елисея? Конечно могу. Артем, отец, ребенка. Меня вот Маша позвала, чтобы я подтвердила, какая она мужу верная была. Да, это действительно так. Пока он жив был, он ее, конечно, ревновал по-страшному. К каждому столбу ее ревновал. Бывало и поколотят по пьяни. А она, пока он жив был, была ему верная. А я вам другую историю расскажу. С Артемом у них давно любовь. Он еще маленький был, когда за ней увивался. Она пойдет на речку купаться. А ему лет 13, подросток еще. За ней побежит, в кустах спрячется и подглядывает, как она купальники выжимает. Было. В 13 лет. Да, было. А потом я однажды год назад захожу к Алевтини в избу, распахиваю дверь, а оттуда Артем. Чуб взъерошен, глаза шальные, щеки красные, выскакивает. А Алевтина в постели лежит. Ой, говорит, что-то я приболела. Я еще тогда догадалась. Любовниками они стали. Так что Елисейка это точно Артемков приплод. А когда он жениться собрался, она его и решилась к себе ребеночком привязать. Чтобы не ушел он от нее. Да что ты несешь-то, тетя? Какой нафиг ребенок? Он мне нафиг не сдался, как и она. Откуда вы все берете? Больные какие-то, блин. Было, было, видела. Нет, я не могу понять. Аля, послушай внимательно. Вот ты говоришь, не мой ребенок. Не твой. Он говорит, не его ребенок. Конечно, не мой. Ну да, ветром тебе его задуло. Ты прости меня, я человек прямой, говорю напрямую. Ты лучше вот расскажи людям, как мы с тобой любовь крутили. Ну не крутили, настоящая была любовь. Я же твою хату, понимаешь, от входа до выхода знаю всю. У тебя там комод стоит, от деда говорила. Дубовый такой конкретный. Над ним полку втрели, да, с иконками. Помнишь, да? Я думаю, что Алифтина прекрасно знает, где у нее дома комод стоит. Я знаю, где у нее телефончик там стоит, где у нее телевизор там расположен. Я знаю, какие ты простыни любишь. Суд нисколько в этом не сомневается. А вот какие простыни они любят, она крахмальные любит. Откуда бы я это знал, если бы на них не кувыркались, а? Так я же и не говорю, что там у меня дома-то не было. Замечательно, хорошо. У вас прекрасная фотографическая память. Давайте ознакомимся с результатами генетических экспертиз. Будем вскрывать конверты по мере старшинства претендентов на отцовство. Начнем с вас, Степан Степанович. Будьте любезны. Спасибо. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнить анализ генетических профилей, предполагаемого отца Полякова Степана Степановича и ребенка Жихарева Елисея Тимофеевича. Вот результат настоящей экспертизы. Поляков Степан Степанович не является биологическим отцом Жихарева Елисея Тимофеевича. Я тебе что говорила? Ты говорила на переговоре? Что ты сюда приперся? Да что мне эти экспертизы? Прости, господи, да лапочки они мне. Перед деревней позоришь меня. Я тебе замуж предлагаю идти. Я люблю тебя. А что эти экспертизы? Это аж что биться могли? Да какой я замуж? Мой это сын. Что я с тобой замужем? Делать-то буду. В лесу жить с волками. Пусть буду учиться. Паша честь, давайте уже вторую. Будьте любезны, принесите, пожалуйста, конверт с результатами генетической экспертизы. Ну ошиблись они там, наверное, но я не знаю. Нет, нет, они не ошибаются. Такая любовь. Так через тебя полдеревни прошло. И что ж мы теперь будем столько экспертиз делать? Спасибо. Ну неправда, нечего валить. Одной хватит. Вот этой. Вот этой. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей, предполагаемого отца Новикова Артема Сергеевича, ребенка Жихарева Елисея Тимофеевича. По результатам настоящей экспертизы Новиков Артем Сергеевич является биологическим отцом жителем Елисея Тимофеевича. Да как так? Я же в баню к тебе пришел, ну принесла она мне самогонки, ну упала с ней, ну один раз было всего, и что? Было? А что ж отнекивался, да? Мать, какие пироги, я в город уезжаю с Тамаркой, мне теперь ничего не видать. Да какой ребенок? Ты и себе ничего не выгодила, и меня опозорила на всю деревню. На кой фиг я тебе нужен? Отстань от меня уже, а? Нет, Аль, ты точно глупая женщина. Чуть глупая. Послушай, вот этот молокосос, прости господи, какой с него муж, какой с него отец? Он тебя бросит и в город смотается. Одна будешь куковать. А я здесь, вот он. Я люблю тебя. Иди к нему, на кой черт я тебе? Ты у меня королевой будешь в хате. Алечка, дорогуша, не будь дурой. Посмотри, Степан тебе дело говорит. Ну, выходи за него замуж. Он рукастый, деловой, хороший мужик. Ну, пожалуйста, не записывай ты моего сына отцом ребенка. Не записывай. Выйди ты за него замуж. И будешь ты у него, смотри, пять лет ты ко мне ходишь. Видишь мой кухонный комбайн и облизываешься. Говоришь, как он тебе нравится. Да я тебе подарю этот комбайн за это. Только запиши его отцом ребенка. Умная женщина речь говорит. А ты послушай еще одну умную женщину, судью нашу. И попроси ее в ножки ей поклонись. Пусть она на меня запишет пацаната. А вот на него не записывает. И тогда по записи он будет мой родной сын. Мой сын, мой сын. Еще своих мы делаем. Хорошо жить будем. Вы правда хотите воспитывать Елисея, да? Да мне какая разница. Это же ее сын. Значит, мой. Любовь-то у нас. Ваша честь, а у меня еще есть возможность вот все оставить так, как есть? И не записывать ничего Артема? Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Он исчез. Просто сбежал, испугался. Все, мне, знаешь, мне уже хорошего отношения с тобой не нужно. Мне надо какая-то компенсация за наши страдания. Псковитянка Марина Меркулова родила дочь от заезжего командировочного москвича Сергея Бокова. Однако мужчина утверждает, что он никак не смог бы стать отцом девочки, поскольку вот уже почти 8 лет находится под воздействием древнего магического обряда и не может заниматься сексом ни с кем, кроме своей любимой жены. Прошу всех садиться. Гражданское дело по иску Жихаревой Алевтины Тимофеевны к Новикову Артему Сергеевичу производством прекратить, потому что истец отказался от своих исковых требований и данный отказ не противоречит законным интересам ребенка и его правам. Оглашается решение суда. Полякову Степану Степановичу в выиске об установлении его отцовства в отношении несовершеннолетнего Жихарева Елисея Тимофеевича отказать. Суд отказывает Полякову Степану Степановичу в его исковых требованиях, потому что его утверждение, что он является биологическим отцом ребенка, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы. При этом я хочу вам пояснить, уважаемый Степан Степанович, что это не лишает вас права установить свое отцовство, если вы изъявите такое желание в органах ЗАГСа. И таким образом установить ребенка. Понятно вам? Понятно, замечательно. Решение определения суда всем сторонам понятно? Да. Судебное свидание закрыто. Прошу всех встать. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Меркуловой Марины Семеновны к Бокову Сергею Анатольевичу об установлении его отцовства в отношении несовершеннолетней Меркуловой Галины Семеновны, которой сейчас 4 года. Отвеча к Бокову Сергею Анатольевич исковыми требованиями не согласен. Марина Семеновна, вам слово. Да, я бы хотела, чтобы официально установили его отцовство. Так как 4 года назад я родила Галю от него. Мы познакомились больше 5 лет назад в моем родном городе Пскове. Познакомились в кинотеатре. Ну, он стал за мной ухаживать, очень красиво ухаживал. И я, конечно, не могла устоять. У нас начался роман. Мы... Ну, было очень все хорошо, прекрасно. Вот... Вот у меня есть, кстати... Скажешь, а вы из Пскова? Да. А он туда приезжал? Он в командировку, да. Он приезжал в командировку. И он достаточно часто туда ездил. Вот, и поэтому у нас, ну, были такие отношения на протяжении полугода. Вот распечатка из соцсетей того времени, как раз все даты... Подтверждающие ваши отношения, да? Передайте, пожалуйста, через судебного пристава. Да, здесь он пишет, как любит меня, как скучает по мне. Вот, как раз все сроки совпадают. Спасибо. Вот, поэтому я говорю, что приезжал он достаточно часто. Я всегда его очень ждала. И потом, когда узнала, что я беременна... Да, переписка любовного характера. Да. Я ему сообщила о своей беременности. Ну, ждала каких-то действий ответных. Например, предложение руки и сердца, да? Ну, да, логично. Вот, но вот на протяжении, как бы, четырех лет уже никаких конкретных действий с его стороны не было осуществлено. Вот. А вы были в контакте с ним? Он оказывал какую-то материальную помощь? Ну, да, он постоянно приезжал. Он как бы... То есть он ребенка видел? Да, он общался, он помогал. Но это, знаете, было так, очень-очень редко. Несущественно и незначительно. И последние-последние полгода он вообще исчез. Из поля зрения он перестал выходить... Давайте посмотрим свидетельство о рождении. Да. Вот. Меркулова Галина Семеновна. Графия отец, прочерк. Мать Меркулова Марина Семеновна. Угу. Да, я записала. Я как-то сама как бы... Скажите, а вы вот говорите, что он последние полгода вообще пропал. Вы поэтому сейчас в суд пришли? Ну да, я... Потому что он перестал оказывать вам помощь и появляться? Да, я ждала. Я очень долго терпела. Но он просто вот исчез. И я поняла, что надо действовать как-то. Я в соцсетях нашла его московский адрес. Пришла к подъезду. Опасны все-таки соцсети. Да, там по хэштегу очень легко это все выяснить. И пришла к нему... Он накричал на меня. Сказал, что дочь не его. Что это... Я вообще ему не нужна. И сказал, чтобы я больше его не преследовала. Я просто не ожидала, честно говоря, такого отношения. Сергей Анатольевич, вы со скалыми требованиями не согласны. Скажите, вы с Истом знакомы, вы не отрицаете, что у вас с ней была связь? Нет, разумеется, я не могу признать себя отцом Марининой дочкой. Потому что у нас не было физической близости. Как? И потом, как женщина... Но вы с ней знакомы? Да. Вы знакомы? Но как женщина в сексуальном плане, а она не в моем вкусе. И потом вообще, я почти 8 лет женат. И у меня два замечательных сына. И я люблю мою жену. И никогда ей не изменю. Ты женат? Ты смеешься? Может быть, ты сейчас шутишь? Ты об этом знаешь. Ты мне ни разу об этом не говорил. Если бы я знала, что ты женат, что у тебя есть дети, я бы даже связываться с тобой не стала. То есть вы об этом даже не подозревали, естественно? Я вообще даже... Вот вы знаете, для меня сейчас такое открытие... Не надо, Марина, вводить в суд заблуждение. Все Марина знала про мою семью и обо мне. Ну что ты врешь? С Мариной я общался исключительно подружески. И к ней относился... Когда приезжали в командировки в Псков. Да. Когда я приезжал в Псков, мы общались... У вас там был друг? ...исключительно подружески. Не более того. Я к ней как к хорошему другу относился. Кстати, я о наших общениях рассказывал моей жене. И очень подробно. Потом псковские командировки как-то прикрылись. И я перестал туда ездить. И я не знал, что Марина родила. Когда она меня подкараулила возле подъезда, я ее даже не узнал. Так изменилось за полгода, что вы ее не видели? Ну, просто у нас... Ну, я особенно так и не присматривался. Я был в шоке, когда она сообщила, что она воспитывает уже 4 года от меня дочку. Но это просто чушь. Это просто невозможно, чтобы так было. Да. У нас не было физической близости. У нас не было секса. И как подтверждение, я прошу вызвать сюда мою жену. Которую вы рассказывали о своем друге в Пскове, да? Она подтвердит, что... Ну, подождите, ну, а разве не может мужчина с женщиной просто дружить как товарищи, как друзья? Общаться. Бутербург, пригласите, пожалуйста, в зал суда Татьяну Васильевну Бокову. Я не изменила. Что она может подтвердить? Ты что, ты издеваешься? Она что, там свечку над нами держала? Здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю, у вас документы пришли в суд. Да, подготовились. Скажите, пожалуйста, Татьяна Васильевна, истец утверждает, что у нее ребенок от вашего мужа. Муж говорит, что он вам верен, и что вы это можете подтвердить? Конечно. Потому что, как правило, жены могут подтвердить верность или неверность своих мужей. Конечно. Вы подтверждаете, что он был вам верен и... Да, да, конечно. Не мог иметь ребенка на стороне? Нет, не мог. Мало ли, с кем он общался. Какая верность. Мало ли, куда он ездил. Я не лезу в его отношения в этом плане. Но я абсолютно точно могу сказать, что у Сергея ни от кого, ни от какой другой женщины, как только от меня, не могло быть детей. Поразительная уверенность. Да, я скажу вам больше. А почему не могло, если могло быть от вас? Дело в том, что... Так, я вас слушаю. Когда Сергей мне делал предложение, я абсолютно жесткие рамки ему поставила, жесткие условия. Что перед свадьбой, ну, в день свадьбы, мы должны были, перед нашей свадьбой 17 июля 2010 года, мы должны были провести магический ритуал, егельет. Что? Что, простите? Магический ритуал, егельет. Егельет? Да. Ну, суть данного обряда, данного ритуала в следующем. Что мужчина имеет привязку только к одной избраннице и может иметь интимную близость только с ней. Извините, потому что это добровольный приворот, другими словами? Ну, я не знаю, что называется приворот, но это абсолютно... Вы другое слово знаете. Егельет. Да, это привязка. Значит, приворот знаете. Нет, ну, в данном случае это не приворот. Не приворот. Это такой обряд магический. Он может иметь именитивную близость только с одной избранницей. И я вам больше скажу, с другими у него попросту ничего не получится. Даже если он будет пытаться. Я... И ваш супруг на это согласился? Конечно. Дело в том, что ритуал нам провела потомственная ведунья в 10-м поколении Анжела. Вот. После ритуала у нас остался такой памятный амулет, который хранит нашу семью. Он висит у нас над кроватью. И до тех... А вы его в суд зачем принесли? Ну, чтобы продемонстрировать. Ну, мало ли. Вдруг вы не поверите. И пока он цел, пока ничего с ним не случится, у нас... Это тоже ведунья дала, да, такую штуку? Что? Это ведунья вам дала? Да, да, абсолютно. И он хранит... Он хранит нашу супружескую верность, супружескую, ну, семью нашу, храняет наш брак. То есть делает, таким образом, вашего мужа несостоятельным мужчиной с другими женщинами, правильно? Ну, если вы так формулируете, то да. Ваша честь, ну, это же бред какой-то, ну, это же ересь. Нет, я в этом... А скажите, пожалуйста, зачем же вам тогда понадобился друг в городе Псков в виде ИСА? И почему вы принимали участие в воспитании девочки? Это чушь. Никакого воспитания и никакой девочки я не принимал. Это просто бред Марины. Я вообще не видел никогда эту девочку. А вот девочка говорит просто по-другому. Давайте послушаем, что она рассказывает нашему психологу. Галя, расскажи о своей семье, с кем ты живешь. Я живу с папой и мамой. Папу зовут Сережа. А у вас дружная семья? Да. Папа всегда с вами живет? Нет. А ты по папе скучаешь? Да, очень. А он по тебе? Да, скучаю. А как вы время проводите, когда папа приезжает? Ездим в парк, катаемся на каруселях, покупаем игрушки. Ты папе звонишь? Звоню. Но они отвечают трубку. Знаете, Ваша честь, вот самое трогательное, то, что Галя папу сфотографировала, я эту фотографию сделала, она в свой дневничок положила. И вот носит теперь всем показывать, что вот это ее папа, которого уже полгода нет. Вот так вот. Она любит его. Я же просто хотела, чтобы у нас были хорошие отношения, чтобы мы вместе воспитывали Галю, чтобы мы были счастливы. А теперь ты меня вот в таком свете выставляешь, и получается, ты двоеженец у нас, да? Я, я, ты знаешь, вот неприятно тебе это все слушать, а мне, а мне каково, мне каково об этом всем сейчас узнавать. Я, я вот только, знаете, сейчас поняла, почему он сразу признал дочь, вначале помогал, приезжал, а просто чтобы я на больше ее не претендовала, чтобы я его не искала. Я один раз, я заикнулась о том, чтобы он официально признал дочь, чтобы мы поженились, и вот после этого он исчез, просто сбежал, испугался. Все, мне, знаешь, мне уже хорошего отношения с тобой не нужно. Мне нужна какая-то компенсация за наши страдания. Я хочу, я хочу дополнить иски, если это возможно. Я хочу, чтобы его принудили выплачивать мне алименты, каждый месяц 50 тысяч. Я думаю, что это будет справедливо. Почему, должна же быть какая-то ответственность. Естественно, у вас свидетель заявлен, Перекина Евгений Леонидович, кто это? Да, вот я хочу как раз, чтобы мой сосед подтвердил, чтобы я не была голословной, чтобы он сказал о наших как раз отношениях. То есть он может подтвердить не только вашу дружбу, но и вашу любовь с ответчиком, да? Да, наши длительные отношения, то, что он приезжал, помогал с ребенком. Будьте любезны, Перекина Евгения Леонидовича, пригласите, пожалуйста. Мишка, у вас очень бурная фантазия. Да, я уж про вашу молчу с вашим дегилетом. А это не фантазия, это абсолютно бездостоверно. Кстати, диссертация. Мне очень жаль вас, если вы так в этом обещали. А мне вас, что вы так неграмотная. Евгений Леонидович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы кем приходитесь из ЦУ? Мариночка, моя соседка по площадке. Мы живем на одной площадке. Да, я могу подтвердить то, что данный субъект вергался ее сожителем. Дело в том, что пять лет назад мы с Мариной встречались. Встречались, у нас были довольно-таки серьезные отношения. Но в один прекрасный день я Марину поймал на горячем вместе с ним. Да, была драка. Все, естественно, я с Мариной разорвал все отношения. Ушел, как говорится. У нее своя жизнь, у меня своя жизнь. Все. А он продолжал до нее ходить. Потом у Мариночки животик появился. Дременно. Я ее поздравил искренне. Жла не держу искренне. Кажется, все нормально. Семья нормальная. Дочечка родилась. Он до нее... А может, это ваша? Понимаете... Точно. Вопрос, конечно, интересный. Но я сомневаюсь, что это мой ребенок. Сказать я, наверное, даже категорически против. Потому что, во-первых, дочка очень на него похожа. Во-вторых, Мариночка сама сказала, что дочка его. Мариночка, я тебе говорю, стопудово он женат. Если бы ты ему нужна была... Откуда же я знала? Если бы ты ему нужна была, он бы тебя либо с дочкой в Москву забрал, либо в Сколбу переехал. Да не нужна мне... Как мне Москва, не нужна мне просто вот... Господи, ты знаешь, это не такой бред. Я же тебя предупреждал. Только чтобы не отвечать. Я же тебя предупреждал. Я же тебе говорил сколько раз. Про гильет этот дурацкий обряд, что на него наложила... Я сейчас тебе расскажу. Бабка на него наложила такой приворот, чтобы он изменять своей жене не мог. Да это не ерунда. Это абсолютно серьезные вещи. Это самая древняя черная магия. Пришла к нам из Франции. Я больше скажу, я всем советую молодым перед ЗАГСом не идти делать выкуп невесты и всего остального, а с целенаправленно идти и совершить обряд билет. Это железная, абсолютно железная уверенность в том, что семья будет сохранена, что верли к нам идти не будет. Пятая простота. Ребят. Черная магия работает всегда. Работает абсолютно, работает всегда. Неужели вы думаете, что какие-то манипуляции магические могут повлиять на наш незародный орган? А почему нет? Если вы не уверены, это значит, что вы не уверены. Понимаете, как ответка, его жена в это свято верит. Скажите, пожалуйста, а кроме... Да пусть они верят, пусть у него хватит смирности. Кроме амулета, который вы... Кроме амулета, который вы... Или магических книжек и так далее. Может быть, у вас есть какие-то более реальные доказательства или свидетельства, которые вы хотели бы представить в суду? Он хочет признавать свою душу. То есть более осязаемые. Я хочу... Марин Губарин, я буду больше поверить. 100% Евгений не знает, и пусть он молчит. Бред. Я не знаю. Чтобы доказать, как действует... Дайте морду за это бью. Чтобы доказать, как действует этот Ельет, я прошу заслушать моего свидетеля, Диму Еремина. Я такого даже не знаю. Я уже думала, ведунью пригласите. Дима Еремина. Она слишком занята. Пригласите, пожалуйста, Еремина Дмитрия Владимировича за суда. Что же он может доказать? А вот он может доказать. А вы послушайте, да. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, ответчик говорит, что вы можете подтвердить, что магический обряд, к которому они прибегли со своей супругой перед свадьбой, сработал. И он просто не может ей изменять физически. Ваша честь, никакой второй семьи у Сереги не было. И дочка тоже не его. Он тайники не изменял. Это все после этого обряда случилось. Я не знаю. Его как подменили. Я вам сейчас все расскажу. Мы с ним друзья с детства. И раньше он был нормальным мужчиной. И на девочек засматривался. А тут его как подменили. Не на девочек не смотрит. Только Танюха. Это Танюха ему все пропарила. Она верит во всю эту мистическую ерунду. Абсолютно точно. И я решил как-то пригласить Серегу в сауну. Попить пивка. А сам тайком пригласил девочек. Так он вылетел оттуда как ошпарен. Испугался? И обиделся еще на меня. Ну, я решил проверить. Может, у него с мужской стороны не все в порядке. У меня есть знакомый. Андролог. Друг. Врач. И он сказал, что физиологически у него проблем нет. А вот с мистической стороны он не может ничем помочь. Чушь какая-то. Мистика. Поэтому и гильет работает. Да. И гильет неизлечим у нас получается. Это не болезнь. Ладно, я не хотела, вы знаете, в грязном белье копаться. Но уже раз на то пошло. Вот скажите, дорогая супруга. Откуда я могу знать, что на правой ягодице вашего мужа шрам? А родимое пятно есть еще на причинном месте. А еще, да, еще во время интимных моментов он начинает плакать, что далеко не все мужчины делают. Что? Чего? Так ты, оказывается, откуда она может знать такие моменты? Ты, оказывается, с ней нагрешил, да? Таня, подожди, подожди, а тебе отказывается, что дочка? Егильет работает на 100%. Да ладно, отказывай, откуда она знает. Говори, говори. Таня, а ты сама говорила, что егильет работает 100%. А что получается? Невозможно ни с какой женщиной переспать. Да. Все работает? Нет. Слушай, это полнейшая, этот егильет. Неужели ты веришь? Ну, бабка какая-то почитала тебе детские стишки, а ты поверил, да? Так вы же только что тут убеждали в действенности этой магии, даже свидетеля привели. Ваша честь, ваша честь. Помимо литературы и докторской диссертации. Ну, мы же с вами взрослые люди. Ну, мы же все понимаем. Ну, какие мужики? Какие гулящие мужики? Ну, вы же сами знаете. А это просто была такая уловочка. Для таких, как мой Серега. Ничего себе уловочка. Просто убедить надо было, чтобы не гулял. А как работает? Отлично. Вам даже доказывают, что работает. Не ожидала. Как раз все эти колдовские чары работают, и я проверил. Как? Как? Ну, мне неудобно рассказать. Ну, хорошо, я расскажу. Что ж тут неудобного после того, что мы говорили про егильет? Тайми и прости. Дело в том, что я попытался поэкспериментировать. А, экспериментатор. Да. Но я хочу заверить, что ничего у меня не получилось. Да, я... Что же не получилось? Дочь? Нет, я загорелся. Да, я возбудился, но быстро погас. Нормально. Физический акт не был завершен. Да. Поэтому я хочу сказать, что егильет работает на сто процентов. И я бы не стал портить отношения в семье из-за какого-то мимолетного увлечения где-то на стороне. То есть, это что увлечение было? Единственное, скажем, что вы увлеклись. Я больше не буду экспериментировать. Это было просто... То есть, эксперимент провалился? Да. Ваша честь, я настаиваю на том, что никакого егильета нет, что все это бред, что все получилось, и процесс пошел, и был завершен. Сейчас узнаем, сработал егильет или не сработал. Давайте ознакомимся с результатами генетической экспертизы. Будьте любезны, пристав, принесите, пожалуйста, конверт. Ты же сам говоришь, что экспериментировал. Не было, егильет работает на сто процентов. Я говорю правду. Я всем утверждаю, что егильет работает. Где же работает? Хотя ты тоже знаешь, что это не правда. Ты экспериментировал. Итак, оглашаются результаты ДНК-теста. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей, предполагаемого отца Бокова Сергея Анатольевича и несовершеннолетней Меркуловой Галины Семеновны. По результату настоящей экспертизы Боков Сергей Анатольевич не является биологическим отцом Меркуловой Галины Семеновны. Ага, да вы что? Да ну такого быта не может. Я же говорил. Да он отец, ну вы что? Получил, я же говорил, егильет работает. Мария Семеновна, как вы считаете, кто может быть отцом вашей дочери? Ну, я даже не... И у меня нет дочки на стороне. Ну потому что да, ты смотри, как она к тебе тянется, Жень. Че? Ну получается, мы же с тобой встречались, как раз пять лет. Жень, подожди. Ты мне мозг клевала сколько лет? Кичка, ты моя мазаклюечка. Женя, подожди. Что Женя? Что Женя? Ты выбирала между им и мною, ты выбрала его, ребенок от него, все. Что? У меня есть своя жизнь, у меня есть женщина, с которой я живу, с которой я заявление в ЗАГС подал. Женщина у тебя есть? У меня есть планы на будущее. У тебя есть женщина, у тебя дочь есть. Солнышко, не надо было ловить журавля в небе. Поезд ушел. Ты мне вообще просто... Ты. Я тебе пять лет назад еще сказал, вон бог, вон порох. Ты бессовестный. У тебя есть дочь. Да, ты бессовестный. У тебя есть дочь. У меня есть дочь, у нас есть дочь. У тебя есть дочь. Дочь, чтобы ты признал ее дочь. Все документально. Суд удаляется для внесения решения. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. В иске об установлении отцовства и взыскании алиментов отказать. Суд не устанавливает отцовство ответчика Бокова Сергея Анатольевича в отношении малолетней дочери сца Меркулова и Марины Семеновны, потому что утверждение места, что ответчик является биологическим отцом ее ребенка, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Не признав ответчика отцом малолетней дочери, суд, соответственно, отказывает изцу и в требовании о взыскании с ответчиком алиментов в твердой денежной сумме на стержание ее ребенка. Судебное свидание закрыто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова